Добрый день, уважаемые коллеги. Подумайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Это было для разных препаратов. В этом метаанализы по времени до прогрессирования однозначно выигрывают комбинированная таргетная терапия. Иммунотерапия находится чуть ниже. По общей выживаемости различия таких уж явных в таргетной иммунотерапии нет. Конечно, сегодня уже показывали эти результаты. Выраженное достижение медианы общей выживаемости в 78 месяцев. Это огромный результат, который раньше мы не видели. Но на что я хотел бы обратить внимание. Преимущество от комбинированной иммунотерапии получает где-то 5-7% пациентов. Остальным пациентам достаточно монотерапии антипедиадин препаратами. И судя по групповому анализу, мы, наверное, можем все-таки утверждать, что пациенты с брафмутированной меланомой – это как раз та группа пациентов, которые получают наибольшую пользу именно от комбинированной иммунотерапии. Хотя, казалось бы, брафмутация – это предиктивный маркер именно для выбора таргетной терапии. Что важно отмечать, что, конечно, иммунотерапия, мы в президиуме уже обсуждали, что это и подивантная терапия, что это терапия, которую даже в метастатическом процессе можно успешно завершить без потери эффекта и, собственно говоря, вылечив пациента. И комбинированная иммунотерапия это демонстрирует хорошо, потому что значительная доля пациентов, которые пережили 5 лет, они дальше не лечились уже и не получали лечения, фактически они были вылеченными. Но реальная клиническая практика говорит нам о том, что более ранние исследования, на ИСМО 2020 года они показывали, что неважно с чего мы начинаем, в реальной клинической практике пациенты, начавшие с одного лечения или с другого, в дальнейшем переключаются на альтернативный вариант лечения. И, в общем-то, показатели эффективности и выживаемости у них очень весьма схожи. Какие варианты у нас есть? Ну, первый вариант – у нас есть два эффективных метода лечения – иммунотерапия, таргетная терапия. И логично предположить, что если мы их сложим, мы можем получить какое-то преимущество. Было сделано три исследования с очень похожим дизайном. Единственное отличие в дизайне было в исследовании МСПА-150, где таргетная терапия в течение месяца назначалась без иммунотерапии, потом добавлялась иммунотерапия со снижением дозы таргетного препарата. И что оказалось? Среди исследований оказались, МСПА-150 оказалось единственным статистически значимым результатом по времени до прогрессирования. Но численные результаты и размеры эффекта во всех исследованиях было абсолютно одинаково. Мы можем сказать, что действительно тройная комбинация имеет определенное преимущество у какой-то группы больных. И, в принципе, МСПА-150 приоткрывает от нас завесу. Да, мы получаем преимущество в первую очередь у пациентов с низким уровнем ЛДГ и высоким уровнем ПДЛ-1 в опухоле, то есть наиболее благоприятной группой с точки зрения иммунотерапии пациентов. И эти же преимущества достигаются у самой неблагоприятной группы, то есть ПДЛ-1- и с высоким уровнем ЛДГ. Это вот, наверное, те группы, где тройная комбинация может быть наиболее полезной. И, конечно, это требует валидации в дальнейших исследованиях. Другой вопрос, как мы сочетаем, с чего начинать. И здесь уже исследования Дримсек уже показывали результаты, на что я хотел бы обратить только внимание, что в этом исследовании мы четко видим две группы пациентов. Первая группа – это пациенты, которые быстро прогрессируют, а для которых таргетная терапия является единственным выбором. Это пациенты с первичной иммунорезистентностью. Вторая группа пациентов – пациенты, которые ответят на иммунотерапию, для которых принципиально важно начать лечение именно с иммунотерапии, потому что как раз она у них дает наилучшие результаты лечения. Группа с первичной иммунорезистентностью составляет порядка 20% пациентов. И, конечно, наша задача при выборе лечебной тактики – научиться как-то дифференцировать. И вероятный ответ на это – это поиск биомаркеров. Поэтому, что хотелось бы подчеркнуть в коротком таком сообщении, что на сегодняшний день, конечно, у нас нет очевидно единственного и правильного лишения. У одного пациента может быть несколько правильных вариантов лечебной тактики, которые поможут спасти ему жизнь и до какой-то степени надеяться на излечение даже в метастатическом процессе. Конечно, от комбинированной терапии большая доля пациентов получит пользу. Однако эта терапия может быть избыточна для значительной доли пациентов. Нам надо понимать, кому мы можем не делать эту терапию. Это не менее важно, чем понять, кому мы ее можем назначить. И, конечно, для сочетания таргетной иммунотерапии в первой линии может быть свое место, своя ниша. И на сегодняшний день мы еще затрудняемся сказать, кому конкретно назначать комбинированную тройную комбинацию. Но, тем не менее, уже какие-то, как говорится, свет в конце туннеля уже появился. И мы знаем, на что ориентироваться и с чем уже сравнивать эти результаты. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.